27 апреля исполнилось 145 лет со дня рождения архиепископа Луки, воина Ясенецкого. Святитель Лука пришел в этот мир, чтобы сделать его чище и добрее. Он был хирургом и священником, спасал жизни и души, служил верой и правдой своему Отечеству и своему народу. Валентин Феликсович Воина-Ясенецкий родился в 1877 году в городе Керчи в семье аптекаря. С отличием закончил медицинский факультет Киевского университета и выбрал путь земского врача, мужицкого доктора, как он себя называл. Воспитанный в православной вере и будучи глубоко верующим человеком, он регулярно посещал воскресные и праздничные службы. С приходом советской власти Воина-Ясенецкий не поменял своих религиозных убеждений. В 1920 году он принимает сан священника, а через три года был наречен епископом с именем Лука в честь евангелиста. Валентин Феликсович ходил в больницу только в рясе и с крестом на груди, в операционной установил иконы и молился перед началом операции. Такое поведение доктора не могло не сказаться на отношении к нему властей. Последовали доносы, аресты и ссылки, освобождения и снова ссылки. Когда началась Великая Отечественная война, Воина-Ясенецкий отправляет телеграмму председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину с просьбой направить его на работу в госпитале. После служения в Красноярском крае архиепископ Лука был перенаправлен в Тамбов. Со дня своего прибытия в феврале 1944 года Валентин Феликсович занимал должность главного хирурга-консультанта госпиталей. Святитель Лука Бойно-Ясенецкий в 1944-46 годах управлял Тамбовской епархией, служил в Покровском соборе и работал хирургом в военных госпиталях города. Как главному хирургу Тамбовской госпитальной базы ему приходилось курировать около 150 госпиталей, в каждом из них было от 500 до 1000 коек. Доктор делал уникальные операции, на которые кроме него ни один хирург не мог решиться. Врачи и больные его боготворили. Из воспоминаний медсестры Кулевцевой. Я повезла раненых в госпиталь, который располагался в здании 6-й школы. Там находился владыка Лука. Посмотрев документы, он тут же приказал нести больных в операционную. Прежде чем делать операцию, владыка Лука всегда подходил к раненому, молился над ним и только тогда начинал оперировать. Ставя диагноз, он сразу определял, сможет ли человек выжить после хирургического вмешательства. Поэтому не всем давал согласие на операцию. Поскольку линия фронта проходила близ Тамбовской области, здесь была создана широкая сеть госпиталей. Они размещались в помещениях школ, больниц, санаториев. За годы войны госпитали приняли более 600 тысяч раненых. Ежедневно на станцию Тамбов прибывало в среднем по три санитарных эшелона. В 250 госпиталях Тамбовщины дни и ночи шла битва за жизни людей. На операциях воина Ясенецкого часто присутствовало большое количество врачей. О его искусстве хирургического исцеления ходили легенды. Доктор спас жизнь и вернул здоровье тысячам воинов. После операции вечером архиепископ шел в Покровскую церковь, которая была открыта за полгода до его приезда, и активно проповедовал. Из детских воспоминаний писателя и краеведа Валентины Кученковой. Это был 1944 год, когда владыка Лука только приехал. Была после пасхальной недели. Народу много, но тишина была в храме потрясающая. Моя знакомая, интеллигентка из прошлых, с которой я пришла, хорошо знала святителя. После службы она к нему подошла, и они о чем-то долго говорили друг с другом. Затем сказала ему, Владыка, благослови эту сиротку, и показала на меня. И вот святитель Лука свою руку с расправленными пальцами на голову положил. И я только помню, что он сказал мне, расти и учись. Потом прочитал молитву, что-то еще говорил мне. Впечатление для меня было потрясающее тогда. Многие из тех, кого владыка исцелял, становились верующими людьми и активно посещали церковь, в которой служил святитель. Покровский собор сделался центром, где люди старались получить исцеление души и тела. Из воспоминаний капитана первого ранга Чеплыгина. Однажды весной, когда мы вышли из госпиталя на улице Пионерской посмотреть над сном, неожиданно увидели архиепископа Луку в окружении толпы. Несмотря на наш жалкий вид и свою занятость, Лука подошел, стал спрашивать о самочувствии раненых. Дважды мы встречались с ним на набережной. И когда провожали его, он рассказывал нам про Крым и читал главы из Библии. Всю вторую половину 1945 года Войно-Ясенецкий работал в специализированной поликлинике для инвалидов Великой Отечественной войны и Тамбовском госпитале номер 5356. Здесь он широко применял оперативные и консервативные методы лечения, после которых инвалиды могли включиться в активную жизнь. В феврале 1945 года архиепископ Лука был награжден патриархом Алексием I правом ношения на клубуке бриллиантового креста, а в декабре за помощь Родине медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. В Тамбове Войно-Ясенецкий получил высшую государственную награду того времени — Сталинскую премию. Так высоко был оценен его труд очерки гнойной хирургии. Работа вышла в свет в 1943 году, когда еще отсутствовали антибиотики, и благодаря ей были спасены тысячи жизней. В 1946 году святитель Лука покинул наш город, а память о нем до сих пор живет в Тамбове. На территории Второй городской больницы в 1994 году был установлен памятник хирургу-священнику профессору Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому. В 1995 году по инициативе Тамбовской епархии была учреждена премия имени архиепископа Луки для врачей, медсестер и учащихся медицинского колледжа, которое вручается ежегодно. В память о святителе в течение 90-х годов XX века были установлены мемориальные доски на зданиях, непосредственно связанных с его именем, на главном корпусе областной больницы, где владыка оперировал, и на доме по улице Комсомольской, где он проживал во время служения в Тамбове. В июне 2011 года к полувековому юбилею со дня кончины исповедника на здание областного музейно-выставочного комплекса, где в годы Великой Отечественной войны трудился святитель-хирург, открыли еще одну мемориальную доску. Второй памятник Преосвященному установили в городе Тамбове на Комсомольской улице перед домом номер 9, где святитель проживал в годы управления епархией. 13 октября 2018 года состоялось открытие историко-мемориального музея архиепископа Луки, что стало долгожданным событием для жителей города. В музее собраны различные предметы и артефакты, письма и фотографии, книги, предметы быта и мебель. К празднику Покрова Пресвятой Богородицы в 2018 году Тамбовская городская дума переименовала часть улицы Консомольской от набережной до Советской в улицу в честь архиепископа Луки и установила на домах соответствующие надписи. В 2003 году Русская Православная Церковь причислила архиепископа Луку к лику святых. Поэт Валентина Дорошкина посвятила памяти Валентина Феликсовича Вона-Ясенецкого такие строки. Событий всяких было много В железный отошедший век, и был всегда угоден Богу простой смиренный человек. Божественна его основа, Высок его духовный сан, И воина-Ясенецкий снова Любовью лечит прихожан. Как завет потомкам звучат слова святителя Луки. Главное в жизни всегда делать людям добро. Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое.